Упростить жизнь тем, кому непросто. На Ставрополье появилась специальная программа, которая регулирует и контролирует реабилитацию инвалидов. Что изменилось с приходом современных технологий в мир особых потребностей, расскажет Анна Поляруш. Танечке шесть. Она пытается улыбаться в камеру, но занятия лечебной физкультурой требуют сосредоточенности и полной отдачи. Реабилитацию девочка проходит дважды в год. Результат виден не сразу, объясняет мама. Прорыв обычно происходит где-то через месяц. Перекладывает. С руку в руку начала перекладывать. Писать стала. Ну как писать, это громко, коляки-маляки у нас. Но видно, знаете, какой момент, то, что вот она старается. Она поняла, что нужно линию провести не вот так, а вот когда я говорю, что там слева направо, она старается. Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья малышей обычно приводят, а точнее приносят и привозят где-то с года и до совершеннолетия. До 2016 года, когда на Ставрополье появилась программа СК и ПРА, дорога на реабилитацию была длиннее и запутаннее. Инвалиду или его представителям нужно было сначала получить направление, прийти в один из 98 реабилитационных центров края, узнать, когда будет свободное место, потом подойти еще раз, а возможно не один, и только потом начнутся занятия. С введением единой базы данных, которая объединила все учреждения реабилитации и профильные министерства, этот процесс стал гораздо проще и оперативнее. Теперь каждое ведомство точно знает, что человек получил и в чем еще нуждается. Буквально очень быстро нам позвонили с реабилитационного центра, пригласили на реабилитацию. Мы пришли, записались, выбрали для нас удобное время, нам удобно в первой половине дня, ходим на занятия. С начала этого года каждый раз, когда человек в бюро медико-социальной экспертизы получает направление на реабилитацию и абилитацию, в центр, куда его распределили, приходит уведомление. И дальше пациентам уже занимаются местные специалисты. У них больше нет нужды самим бегать и искать, куда бы им пройти реабилитацию. То есть этим занимаемся уже конкретно мы. И мы следим за тем, чтобы они посетили наш центр. Мы следим за тем, чтобы они получили все те услуги, которые им как бы должны быть оказываны. На данный момент у нас в базе министерства содержится почти 20 тысяч ИПРА. Это вот с января и по сентябрь месяц. Из данного количества у нас сейчас обратилось 11 тысяч инвалидов. Это те, которые уже на данный момент обратились. 5 тысяч из этих из обратившихся полностью согласились и полностью получили весь комплекс реабилитационных мероприятий. Программу ИПРА, разработанную краевыми специалистами, уже приобрели 7 российских регионов, включая Краснодарский край и Ленинградскую область. Но Ставрополье уже планирует новый шаг к концу года. Собираются открыть для каждого инвалида виртуальный кабинет, где будет информация обо всех оказанных услугах и тех, на которые он еще может рассчитывать.